Работа солигорских налоговых органов направлена на стимулирование предпринимателей, граждан и предприятий к добровольному выполнению своих обязательств в части уплаты положенных платежей в бюджет и соблюдению налогового законодательства. Из всех поступивших в бюджет средств около 98% уплачены в добровольном порядке. Внушительно в переводе на денежные единицы выглядят и оставшиеся 2%, допричисленные в ходе контрольных проверок и оперативной деятельности солигорских налоговиков 37 миллиардов 400 миллионов. Нарушения законодательства, как правило, допускают предприниматели и граждане. Основные такие нарушения – это отсутствие документов на реализуемые товары, нарушение порядка приема наличных денежных средств, осуществление физическими лицами деятельности без государственной регистрации в качестве предпринимателя, когда такая регистрация должна была производиться. Так, выявлено в прошлом году 56 фактов осуществления гражданами деятельности без государственной регистрации в качестве предпринимателей. Ответственность у таких граждан различная бывает. То есть, если это было нарушение впервые установлено и деятельность, ну, факт выявлен впервые, то возможна такая мера ответственности, когда инспекция выносит принупреждение данному физическому лицу, предъявляет ему к уплате фиксированный налог, единый налог – это фиксированный в сумме за этот месяц, в котором выявлено нарушение. Ну и в случае повторного выявления уже тогда документы направляются в суд для привлечения к административной ответственности. Бывают случаи, когда даже при разном выявлении нарушения, когда мы видим, что деятельность направлена на систематическое получение дохода, допустим, мы сделали несколько контрольных закупок у этого физического лица, то есть доказали систему в его действиях, тогда сразу же после первого факта мы тоже направляем документы в суд, и уже наступает административная ответственность у данного физического лица. До начала этого года на налоговом учете в Сарегорском районе состоят 42,5 тысячи плательщиков. Это 1634 предприятия и организации, почти 2,5 тысячи предпринимателей, 38 тысяч физических лиц, которые уплачивают земельный налог и налог на недвижимость. В консолидированный бюджет за прошлый год от налогоплательщиков Сарегорщины поступило более 7,5 триллионов рублей, из них в местный бюджет – полтора триллиона. К слову, налоги, уплачиваемые предприятиями, предпринимателями и гражданами Сарегорского района, составили по итогам 2014 года почти 34% налоговых поступлений всей Минской области. Достойно провести свою работу и выполнить бюджет Сарегорские налоговые органы намерены и в нынешних непростых экономических условиях. Дополнительное обязательство налагает и юбилейный год. В 2015-м Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь исполняется 25 лет. У нас работа всегда направлена на то, чтобы выполнить все задачи, которые поставлены перед налоговыми органами. Это, конечно же, безусловное выполнение бюджета. Ну и, конечно же, осуществление контроля. И ряд других задач стоит перед инспекцией, в том числе и подключение наших плательщиков, привлечение их к электронному декларированию, потому что это современное в настоящее времени. Способ предоставления декларации, отчета перед инспекцией бесконтактный. Ряд преимуществ такой системы есть. Поэтому мы активно работаем над тем, чтобы плательщики предоставляли нам декларацию в электронном виде. Ну и, естественно, основная наша задача – это своевременное, в полном размере поступление платежей в бюджет от наших налогоплательщиков. Из важных изменений 2015-го в налоговой инспекции отметили повышение на 1% налога с граждан и предпринимателей. Готовится также решение об увеличении земельного налога и налога на недвижимость. Продолжение следует...